Здравствуйте, меня зовут Арина, это 14 канал, мы ведем репортаж с научной елки Вау Хау, которая только что прошла в ДК Зил. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Дедушка Мороз, самый настоящий Дед Мороз, вот здесь научный, научный Дед Мороз, который любит науку. Каково вам было участвовать в шоу? Ой, вы знаете, да это просто чистое удовольствие, участвовать в таком шоу, дарить детям и взрослым добро, тепло, любовь и, конечно же, науку и все эти эксперименты. Да, может быть, они еще не все так гладко проходили, но ничего, я же в процессе, так что все будет хорошо. Насколько научная елка для вас новогоднее мероприятие или оно имеет какие-то еще дополнительные подтексты? Ну, послушайте, это, конечно же, и новогоднее, ну я же Дед Мороз, я появляюсь в Новый год, ну и, конечно, это лишний повод детей познакомить с наукой, с экспериментами, с творчеством, чтобы они вот это все посмотрели, полюбили, потрогали. Поделитесь, а какие елки были у вас в детстве? Ой, в детском садике было, было такая, три поросенка, что еще было? Да, Снежная королева была, вот был я на елке, Снежная королева. Ну, послушайте, это было очень давно, очень-очень давно, уже никто и не вспомнит. Ну, то есть, вот скорее такие научные мероприятия, какое-то открытие на сегодняшний день, да? Ну, что-то вот более новое, такое прогрессивное? Ну, да, потому что, ну, у нас больше все про какое-то такое чудеса в Новый год, что это, а у нас наука, это и есть чудо. Так что мы про это, про прогресс, вот, прогресс, хорошее слово. Спасибо вам большое, успехов! Ой, и вам большое-большое спасибо, и хочу пожелать вам добра, тепла, знаете, любите друг друга, обнимайте чаще друг друга и любите науку. Хорошо? Хорошо. Спасибо. До свидания. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Валерия Столбикова, в спектакле «Серверный полюс» я исполняю роль Семеновича. Подскажите, первый ли это ваш опыт участия в подобных мероприятиях? Да, в таком шоу я участвую впервые и хочу поблагодарить всех создателей, организаторов этого всего, потому что подобного податка для артиста быть не может, когда шоу наполнено драйвом, свободой, теплом, уютом, добротой и всевозможными прекрасными вещами. Хотели бы продолжать в том же духе? Безусловно. Спасибо. Чего бы вы пожелали нашим зрителям? Не бояться, рисковать, импровизировать и просто наслаждаться волшебными моментами, которые дарят наш жизнь. Спасибо вам большое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Георгий, Гоша. Кого вы играли в шоу? Оленя Хрома. Кому бы вы порекомендовали такое мероприятие? Всем абсолютно, мне кажется, это просто спектакль современной истории, я бы даже это не причислял к ёлкам. Вот так вот. Мне кажется, это просто спектакль. Спасибо. Пожелайте что-нибудь нашим зрителям. Счастья, здоровья, всего-всего. Да нет, на самом деле живите здесь сейчас и будьте счастливы. Всё, больше ничего не нужно. Спасибо большое. Успехов вам. И потом, включайте пообратно, увидите яркость, надо расследовать в этих изменениях. Даже, кстати, на его сетях с бумагой. И почему? Не потому что она белая, как у нас были в этом плане, а куда-то, 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 куда-то. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Сергей Шкляев, организатор научной ёлки. Подскажите, кому пришла идея шоу, в принципе? Так сложилось, что я с моим деловым партнёром по образованию изучали фундаментальные науки и занимались мероприятиями как развлечения, дополнения к основной работе. И в какой-то момент пришла мысль, что можно совместить любовь к естественным наукам и к развлечениям. Так и появился продукт Вау Хау и большие шоу, в частности. Спасибо. Подскажите, как давно оно проходит? Первая научная ёлка состоялась в 2016 году, а всего Вау Хау уже 9 лет. Сколько детей успело посетить шоу? В этом году порядка 20 тысяч, а всего, я думаю, больше полумиллиона. У вас есть научные наборы. Что появилось раньше? Научное шоу или научные наборы? Первые наборы появились в качестве подарков для наших научных ёлок. Но во время пандемии, когда мероприятия были запрещены, мы начали выпускать наборы более массово. И на сегодняшний день порядка 400 тысяч наборов в год выпускаем и продаем. И, в общем-то, являемся одним из крупнейших в России производителей наборов для опытных экспериментов. Какие сферы, какие научные сферы затрагивают наборы? В первую очередь мы стараемся работать с естественными науками. Это физика, химия, биология, геология, немножко астрономии, немножко биохимии. Ну, в общем, всего по чуть-чуть, но это естественные науки в первую очередь. Пожелайте что-нибудь, пожалуйста, нашим зрителям. Я желаю, чтобы ваши зрители всегда оставались любознательными и любопытными, потому что именно жажда знаний делает нашу жизнь ярче, интереснее и насыщеннее. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю успеха. Здравствуйте, пересадитесь, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна. Марина. Поделитесь вашими впечатлениями о елке. Что забрали, какие эмоции? Ну, выступление очень понравилось. Ну, Марина, говори. Не знаю. Нам очень понравилось выступление, понравилось, очень был смешной Дед Мороз, очень интересная Снегурочка, у них были такие интересные шапки. Очень понравились, конечно, все эффекты, очень понравились, конечно, дети в некоторых моментах пугалась, но это настолько интересно. Мы сидели не на первых рядах, мы сидели в фиши, но мы чувствовали и запах, но мы были как будто прямо вот в самом... Скажите, в центре всех событиях, в центре всех событиях, то есть мы не отвлеклись ни на минуту, и вот все время еще ребенок сказал, ну, еще будет, еще будет, еще будет, я не знаю, но, наверное, еще будет, еще будет, еще будет, еще будет стрелять, еще будет, ну, было очень здорово, очень впечатляюще, нам понравилось. Наверное, хотим, может быть, еще в следующем году прийти, посмотрим, как все будет, спасибо большое. А, еще очень понравилось, что в начале было мастер-классы, нам понравились, то, что дети очень увлечены, здорово, придумано здорово. Спасибо большое, мероприятие действительно получилось очень динамичное, первый раз вы на таком? Да, первый раз, да, да, на таком шоу первый раз, и мы и выбирали, наверное, чтобы детям было что-то интересное посмотреть. Спасибо большое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Иван. Иван. Матвей. Поделитесь с нашими зрителями настроением после мероприятия, какие впечатления? Настроение очень замечательное, впечатления волшебные, совершенно чудесное шоу, вот у меня четверо детей, двое здесь, двое вот ходят, смотрят, прям понравилось безумно. Понравилась ли ёлка? Да. А тебе? Да. Спасибо большое. Здравствуйте, как зовут вас? Даня. Аня. Понравилась ли вам ёлка? Да. Да. Как настроение? Нормально. Хорошая веселька. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Максим. Какие впечатления подарила ёлка, какие эмоции, что понравилось? Хорошее, понравилось, понравились много экспериментов и мастер-классов. Что больше всего зацепило? Зацепило представление, когда использовали электричество. Катошки-то осла. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Георгий. Понравилась ли ёлка, что зацепило? Мне понравилась эта ёлка, потому что там было много фокусов и впечатлений. И там был шутливый Дед Мороз. Первый раз на такой ёлке? Было ли что-то такое ещё у тебя? Нет. Это первый раз такая ёлка была. Спасибо большое. Спасибо за внимание. С вами была Арина. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Субтитры подогнал «Симон»